Здравствуйте, дорогие друзья! Еще один урок по главе Мишпатим. Итак, в нашей главе очень интересно, что когда дети начинают учить Талмуд, они начинают ее учить как раз с наших сегодняшних законов. Когда любой человек начинает учить Талмуд, то начало изучения Талмуда идет с этих законов. А почему с ребенком начинают учить именно эти законы? Казалось бы, на первый взгляд, с ребенком надо учить более глубокие законы, там, вера во Всевышнего, там, что такое Бог и все остальное. Но нет же, учим именно эти законы. Почему? Потому что говорится, что в этих законах есть понятие ответственности. Наши законы говорят, именно вот эти законы, которые мы сегодня учим, говорят о том, что человек, если он что-то сделал, он должен за это нести ответственность. К примеру, вырыл яму, не накрыл ее, кто-то упал, человек за это ответственный. Да, там, что-то там сделал, подрался, ударил там ответственность, украл ответственность и так далее. Также в нашей недельной главе я хотел рассказать, как раз заострить внимание, это беседа Рэба, знаменитая беседа Рэба, я постараюсь пересказать своими словами немножко, беседа Рэба, которая связана с бодливым быком. Есть такое понимание, что есть бодливый бык, то есть, так говорит наша Тора в нашей недельной главе, то есть, у которой же там есть ответственность, потому что мы говорим, у человека есть бык, да, и этот бык бодается, То есть, он забодал кого-то один раз, напал второй раз, третий, три раза его предупредили, на четвертый раз ответственность за бодливого быка лежит на хозяине, хозяин должен заплатить ущерб или там, дай бог, другое, там еще что-то, то есть, он забодал другого быка и так далее, и так далее. То есть, человека предупредили три раза, на нем есть ответственность. И Рэба рассматривает вот этого бодливого быка в плане духовном, в плане хасидизма, как он объясняет духовно. Но для этого сначала мы должны понять, как это происходит в материальном плане, этот бодливый бык. Итак, первое, как говорится, вот мы объяснили, что такое бодливый бык, но есть некоторые, не то что исключения, а изменения статуса быка. Как происходит изменение статуса быка? Допустим, этого быка продали другому хозяину. С этого момента бык теряет статус бодливого быка. И у нас вопрос, а неужели бык изменился? В чем поменялся его статус? Ведь это же остался тот же бык, но тем не менее, он меняет статус бодливого быка. Тут же надо объяснить еще вторую вещь, да, это аренда. То есть, дали быка в аренду другому человеку, то есть, арендатор, он не предупрежден, потому что слово, которое символизирует именно бодливый, оно переводится как предупрежден, на самом деле, вот то, что мы переводим как бодливый. То есть, предупредили о том, что его бык бодается. И поэтому, да, здесь мы говорим о том, что если его сдали в аренду, то арендатор не знает о том, что его бык бодается. И поэтому он не является бодливым, понятно, до того момента, как он не начал бодаться. Да, то есть, три раза пободался, то есть, и тут он тоже получает статус бодливого быка. То есть, как мы сказали, отдали арендатору, арендатор не знает, он на нем работает, и может, он даже не бодался за это время. Мы объясним, почему он может не бодаться, что изменяется в поведении быка. Действительно, поведение самого быка может измениться, и мы об этом поговорим подробно. Но он, арендатор, попользовался-попользовался и отдает его обратно. И опять, как только он попадает в хозяину, он имеет статус бодливого быка. То есть, он имеет статус бодливого быка вновь. То есть, изменение владельца изменяет статус быка. Рэболевайчески объясняет, что слово муа, то, что мы сказали, это является свидетельством о том, что бык бодливый. Здесь вспомнился известный анекдот, да, вы, конечно, наверное, пошутите. Здесь вспомнился интересный анекдот, когда евреи владеют большим кораблем, да, и вдруг корабль начинает тонуть, ему срочно звонят там с корабля и говорят, наш корабль начинает тонуть, что делать? Он говорит, как что делать? Нужно немедленно продавать корабль. То есть, тут кажется, да, то есть, он ему, знаешь, бык начал бодать, он быстро в аренду его сдал, раз, он перестал бодать. Потом арендатор начал бодать, он его обратно. Но это на самом деле не так, мы сейчас объясним, почему это так происходит, потому что Рамбам и другие очень четко это объясняют. И вот мы еще раз, еще послушаем комментатора Амери, да, сейчас мы его послушаем. Амери подчеркивает, что бык меняет статус, когда он переходит из одного владения в другого, не про хозяина, он как раз говорит про владение. Что само переход владения от одного места к другому меняет статус. Так пишется, что бык, который тому приводит, не бодается в течение недели, в шаббат может бодаться. А что с ним происходит в шаббат? А в шаббат его не напрягает какой-то работой, и люди ходят в другой одежде, и тут ему одежда другая, и как бы и не занят. Почему бы не пободаться, да? То есть, получается, что само место тоже, и само обстоятельство, обстановка как бы меняет положение быка, и тут он становится опять, может стать бодливым быком. И как говорит Рэбл, что возможно бык вообще подливый, то есть приводит Рэбл другие комментарии, он приводит кого-то. Рэбл говорит, что возможно бык вообще подливый из-за того, что как бы, из-за хозяина, хозяин даст ему другую работу, другой хозяин даёт ему другую работу, или хозяин меняется, или что. И бык начинает быть занятым. Кстати, очень интересная вещь в духовном плане. Бык это наша животная душа, когда пишется в Перкеа вот, что бездействие, лень, и когда человек ничего не делает, приводит, не дай бог, к греху. То есть, когда человек чем-то занят, ему нет времени грешить. Помните, как этот Высоцкий пел, за целый день накувыркаешься, придешь домой и так далее. То есть, бык так может быть занят работать, что ему не до бодания. То есть, как бы, а если безделье, как бы, как мы сказали, приводит к грехам. То есть, когда человек, поэтому, когда у человека появляются деньги, у него больше свободного времени, у него, как бы, начинаются грехи. Когда человек знает, что он действительно занимается каким-то бизнесом с утра до вечера, ему действительно иногда не до грехов, потому что он очень сильно занят. И Рэба приводит два случая, что не похожи, две ситуации, что одна не похожа на другую. Когда быка сдают в аренду, то не меняется его хозяин, меняется его статус, но бык остается, то есть, от хозяина не меняется статус. То есть, когда быка продают, то меняется статус быка, то есть, он становится небодливым. А пока он в аренде, он все равно бодливый. Как только он возвращается хозяину, он остается бодливым. То есть, ничего не меняет то, что он был у другого человека какое-то время, и он не бодался там. Но тот момент, когда он обратно переходит к своему хозяину, он обратно становится бодливым. То есть, хозяин имеет большое значение. И как мы уже говорили, что бык это сравнивается с животной душой. Животная душа еврея, она сравнивается с быком. То есть, что когда мы получаем животную душу, сначала она чистая. То есть, но животная душа животному свойственна делать какие-то животные вещи, животные инстинкты. И вот, когда человек один раз, то есть, животная душа один раз согрешит, второй раз, не дай бог, согрешит, третий раз согрешит, три раза, после трех раз в грех входит привычку. И очень трудно говорить с человеком, который грех, это уже привычка. То есть всегда первый раз нарушить что-то очень сложно, да, человеку. А потом, если он нарушил один, второй раз, и все. То есть это приходит привычку, и привычка становится его второй натурой. То есть он превращается в бодающего быка. То есть человека, который не соблюдает, человек, который не хочет, не дай бог, человек, который спокойно нарушает, спокойно ездит в шаббат, спокойно нарушает шаббат, спокойно не дай бог работает, это превращается быка, который становится борливым быком. Какой способ изменить этого быка? Это Чува. Что делает Чува? Чува меняет человека, то есть человек, который полностью меняется, его меняет Чува, он изменяется. Какой пример мы можем привести? Привести пример мы можем... Отлично есть пример, когда Талмуд как раз приводит про борливого быка, когда он называется статус, его меняется, когда его трогают дети, а он не пытается. То есть не дай бог, что подливому боку подошли дети, но когда бык становится неподливый, когда его трогают дети, а он не пытается, то есть статус его меняется. То есть возможно поменять статус быка, то есть это большая работа и трудный путь, который делает человек. Но Райва говорит, что есть еще второй вариант, о котором мы говорили. Когда быка переносит из одного владения во второе владение. Когда быка переносит владение, которое окружено Но определенными условиями, то есть нашего еврея, который привык нарушать, не дай Бог, привык грешить, он попадает в хорошую основу, то есть бык его остался быком, ему хочется грешить, но тут он попал в хорошую общину, в хорошую атмосферу, учит Тору и все остальное, то есть попал в Ишиву или еще что-то, и окружение способствует и влияет на него тем, что он в этот момент не грешит, потому что он окружен полностью святостью. Вокруг него много святости, он видит хорошие примеры, и это может повлиять на то, что человек не грешит, но при этом есть один недостаток, какой ни один недостаток, бык остается быком, то есть его животное начало остается животным началом. И тут я вспоминаю одну очень тонкую вещь, я постараюсь рассказать, надеюсь, никого не обидит это, что человек может всю жизнь учиться в Ишиве, но при этом оставаться быком, да, то есть человек может всю жизнь учить Тору, освещать себя святостью. Ну вообще на самом деле очень важно сказать, что есть три вещи, как говорят хасиды, которые действуют, да, то есть как бы если человек это деньги, водка и изучение хасидизма, изучение Торы, хасидизма, осознанно Торы, хасидизма. Ну понятно, что такое деньги, да, когда у человека много денег, он может сойти с ума, он может начать быть надменным и все остальное, то есть говорят, что если он до сих пор не начал, значит у него еще недостаточно денег. Есть предел денег, когда человек действительно может измениться, не дай бог, в худшую сторону, то есть иногда людям надо очень много денег для этого. Есть другой пример, это водка, когда человек пьет, да, то есть как бы если он не опьянел, то значит мало выпил, это все вопрос только в дозе, добавь дозу, все равно опьянеешь. Есть вещь, о которой мы говорим, хасидизм, хасидут. Если человек еще пока остался быком, да, то есть, знаешь, бычье поведение, как мы говорим, не будем говорить о другом некошельном животном, да, если человек до сих пор остался быком, да, то у него есть возможность изменить свое поведение тем, что он учит хасидизм. Если он не изменился, значит мало учил, то все равно эти три вещи действуют, да, то есть хасидизм должен подействовать на человека, что человек должен полностью измениться. И, как я сказал, тут есть такая история, да, примерная история, я слышал это на одном из фарбрендингов, который говорит, представьте себе, что завтра Всевышний дает каждому человеку возможность, да, то есть, что он с него не будет спрашивать. Один день. То есть, делай, что хочешь, я с тебя не спрошу, да, но понятно, что Всевышнему не нравится то, что ты будешь делать. Где себя каждый человек найдет. И некоторые люди, наверное, бы оказались, не дай бог, которых даже ученики Ишиф, не дай бог, в других местах, которым я не хочу называть. Почему? Потому что животное всегда остается животным, которое у нас есть. И если человек служит Всевышнему только потому, что он боится наказания, да, то когда он почувствует, что нет наказания, это как корова, да, когда ее наказывают или еще что-то, она идет, то есть она дрессированная, там, собака или еще что-то, ну и собака, там, животное, даже дрессированный медведь. Да, он выполняет. Как человек чувствует, что нету надзора, может, не дай бог, сделать плохое. Но человек, который по-настоящему ощущает, что он доставляет удовольствие Всевышнему своим поведением, своим соблюдением, да, такой человек, такой человек всегда будет соблюдать, да. То есть каждый человек не должен верить в себя до дня смерти, да, потому что животное есть животное, оно бывает забитое, оно бывает дрессированное, но оно есть, да. То есть это известная история про праведника, о которой мы рассказывали, про лестницу. Все это было, когда выкупали еврейских девушек, потому что после, там, римляне, там, после разрешения храма, все. Вот, и как бы их нужно было провести, чтобы еще раз их не забрали, а римляне рыскали по дому и завели к одному большому праведнику, потому что думали, там у него искать не будут, там, это место, где они будут в безопасности. И он для того, чтобы подняли, так как они хотели, по двое, а лестницу такую можно передвинуть только в пятером, там шла на чердак лестница, туда поместили этих женщин, вот, и лестницу убрали. То есть, и ночью вдруг услышали крик, он кричит, спасите, спасите, там, спасите, я не помню, что он кричал, там, и прибежали ученики, увидели, что он один передвинул лестницу, начал подниматься, его спросили, что сделал. Он говорит, я увидел эту женщину, ну, очень красивую, и настолько у меня загорелась животная душа, что я один подвинул эту лестницу, я понял, что я не могу остановиться, и поэтому я начал кричать, чтобы вы меня спасли. И он кричал, пожар, да, то есть, спасите пожар, и мы спасли, у меня был действительно пожар в душе. Он говорит, ты опозорил нас, учитель, как ему, на тебе мы скажем, что наш учитель не смог сдержаться, чтобы она добилась такое. Он говорит, лучше быть опозоренным в этом мире, чем в будущем мире. И поэтому мы видим, что есть разница, что животное начало действительно можно поместить в хорошую атмосферу. И часто это происходит, мы попадаем в религиозную среду, где вокруг нас есть миквы, синагоги, вокруг нас есть миньяны, уроки, туры, все, что ты хочешь. И тут хорошо, ты в тепличных условиях, тебе нравится, ты соблюдаешь, тут шаббат, все. Но бывает, человек выходит с этих условий, а животное стало животным. Оно не изменилось, и тогда что происходит, оно начинает смотреть туда, куда не стоит, не надо, делать то, что тоже не стоит, иногда кушать то, что запрещено. И так оно опять может превратиться, не дай бог, в водливого быка. И какие методы решения вопроса, мы уже сказали, первый этот метод, в первую очередь надо или отстранить, или для того, чтобы свет простиг, надо учиться, чтобы свет постиг в это животное, изменил это животное. И поэтому очень важно есть кашрут, потому что пишется в хасидизме, что кошерная еда положительно влияет на мозг. Почему кошерная еда положительно влияет на мозг? Потому что она состоит из одних оболочек, не кошерная, а состоит из других. И когда мы кушаем кошерную еду, мы поднимаем ее к святости, и эти оболочки помогают нам служению Всевышним. Но когда мы кушаем не кошерную еду, не дай бог, то оно становится грузом для нашей души, оно обволакивает нашу душу определенной пленкой, и наша душа становится нечувствительной. Поэтому, если вы обратили внимание, в каждом Бейсхабаде, почти во всех Бейдхабадах, во всех домах Хабада, в первую очередь мы пытаемся, чтобы люди у нас кушали, ели кошерную еду. Потому что кошерная еда благоприятно влияет на душу. Я вспоминаю историю с раба Раяца, история, когда он был в тюрьме, когда его посадили в тюрьму, и следователи начали его допрашивать, и он начал говорить с ними наидыш. Он начал говорить с ними наидыш, они говорят, чего вы взяли, что мы понимаем, наидыш. Он сказал, что как-то мой отец шел по хрящатику, и увидел еврея в кожаной куртке и кепке, но он увидел, что это еврея. Он к нему подошел и спросил, наидыш, сколько времени? Он начал кричать, чего ты взял, что я еврей, и все остальное. Он ему сказал, когда мой это делает обрезание, делай тебе обрезание, он этот кусочек прирубил к твоему носу. Теперь каждый видит, что ты еврей. Так он сказал этим гибистам, энкевидистам, которые сидели и допрашивали его. И тогда они с ним перешли все-таки наидыш, и они сказали, докажите нам, что есть Бог. Он говорит, вы хотите, чтобы я вам доказал, что есть Бог? Это как будто бы приходит человек и говорит, докажите мне, что нужно дышать, иначе я не буду дышать. Он говорит, для того, чтобы вы начали соблюдать, вы должны прийти ко мне, то есть вешиву, учиться, кушать кошерную пищу, которая повлияет благоприятно на ваш мозг, и плюс хоседут. Я гарантирую вам, что вы станете религиозными. Понятно, к сожалению, они не пошли учиться вешиву, может, их не потомки пошли учиться вешиву, изменились. Но мы рассказали это. У меня тоже была история личная. Это когда моя мама не могла понять, что со мной происходит. Как только я приходил в синагогу, возвращался другим человеком. И тогда, это было советское время, перестройка, я помню, как мама говорила, ходили разные передачи, что в еду что-то подсыпывают, и человека как бы годируют. То есть он становится как бы еда, которая становится как наркотик, как кодировка, то есть человека закодировали. Как только я приходил в синагогу, как только что-то я там ел, там сидел, возвращался, возвращался другим человеком. Опять хотел соблюдать, опять хотел там все делать, и мама не знала, как с этим сначала бороться. Слава Богу, сейчас она наоборот рада, что я соблюдаю все. Но она как-то сказала, непонятно, чем кормят. Их, наверное, чем-то кормят, и она была права. Нас действительно кормят кошерной едой, которая благоприятно влияет на наш мозг, и она меняет нас. И благодаря этому мы становимся все духовней, духовней, духовней. Евреи, дорогие, кушайте кошерную пищу. При первой же возможности чуть-чуть поешьте кошерную пищу. Приходите к нам в гости на шабаты, приходите в будни, кушайте кошерную пищу. Нам не жалко, и вам будет хорошо. И нам хорошо, и вам хорошо. Шаббат шаву.